мальчики и девочки всем привет смотрю на вас высоко не потому что надменный человек потому что просто хочу показать вам всю красоту барселоны вот даже птички не дают мне соврать надо мной красивое такое знаете мандариновое дерево хочется прям сорвать но нельзя мышь не дикари сегодня мы говорим про новые смартфоны компании sony которые мне удалось пощупать буквально вот пару часов назад три новинки флагман это sony xperia 1 вы уже сразу видите что абсолютно новый нейминг чтобы не запутаться также средний ценовой сегмент который будет тяжело называть средним ценовым сегментом это sony xperia 10 10 плюс и будет также еще бюджетная модель sony xperia l3 давайте все по порядку чем они примечательны я хотел бы сразу заострить ваше внимание что у компании sony с точки зрения мобильного рынка и мобильного подразделения можно сказать так трудные тернистый путь потому что они руководствуются запросом внутреннего рынка японии а он довольно консервативен запрос очень такой тонкий и для других стран не всегда понятны поэтому компания sony создавая свои новые смартфоны идет иногда на очень странные решения сегодня вам расскажу о чем я говорю и так начнем наверно со старшей модели которая всем вам наверняка интересно это sony xperia x sony xperia 1 xperia 1 я уже запутываю с нами xperia 1 что этот смартфон такой это большой смартфон с абсолютно новым пониманием соотношения сторон экрана 21 к 9 до раньше такие смартфоны были в далеком 2011 году было соотношение сторон у каких-то по моему компании acer у компании asus выходили смартфоны с таким соотношением страну раньше то смартфоны были огромные были большие рамки и это был не тот эффект сейчас sony сделала стандарт 21 на 9 и руководствовалась несколькими принципами первый принцип заключается в том как по словам компании что большинство контента создаваемого для кинотеатров для онлайн сервисов некоторых в оригинале соотношение сторон видео оказывается идет 21 к 9 уже только потом это все дело конвертируется в другие форматы и соотношения сторон для зрителя соль утверждает что если вы будете смотреть и новые видосы в таком соотношении сторон на экране нового смартфона то это будет гарантировать вам отсутствие черных полос вообще мы посмотрели некоторые видосы на этих смартфонов действительно выглядит потрясающе также стоит еще отметить что sony xperia 1 это первый смартфон с 4k hdr олед экраном это очень дорогой экран в нем используются специальные фирменный алгоритм x1 который точно также работает на самых дорогих телевизоров sony bravia вот это 21 на 9 что чем он примечателен сам смартфон получается очень продолговатый и при этом он получается очень узкий то есть несмотря на возрастание диагонали смартфона вы все равно с удобством пользуетесь устройством одной рукой также режим 21 на 9 удобен чем еще тем что многооконный режим позволяет немножко иначе эксплуатировать смартфон когда вы открываете одновременно на экране два приложения получается так что верхнее приложение может стать чуть чуть поменьше а второе приложение у вас будет изображаться в соотношении сторон 16 на 9 как мы это привыкли то есть одно из них будет полноценным приложением с клавиатурой допустим у вас будет запущен мессенджер и youtube к примеру да не вы сможете спокойно переписываться и одновременно смотреть видос вот еще что касается экрана именно во флагманской модели у компании sony есть отдельное подразделение которое занимается профессиональным оборудованием для людей которые создают видео это профессиональные видеокамеры и профессиональный софт для монтажа и съемки такие примеры допустим фильмы аватар и прочие фильмы снимались на оборудование компании sony и специально вот этими разработчиками был создан профессиональный режим отображения экрана который позволяет увидеть картинку на экране прям в максимально натуральных тонах то есть специальная калибровка экрана для профессионального пользователя не знаю насколько это интересно для людей которые просто пользуются смартфоном но в целом неплохо следующее нововведение три камеры все три камеры имеют разрешение 12 мегапикселей это широкая камера на 24 миллиметра это телефото камера на 52 миллиметра и это ширик на 12 миллиметров три камеры что самое забавное на момент записи этого видео компания sony не разглашает модельный ряд сам них сенсоров то есть неизвестно как будет называться сенсор sony который используется в этом смартфоне что добавили в камере камера научилась снимать в раве но это еще не все про рафу поговорим еще немножко отдельно в на режиме видео также у sony у этих камер появился новый алгоритм который позаимствовали у беззеркальных камер sony это tracking глаз когда вы фотографируете портреты камера отслеживает глаза человека и именно по глазам определяет резкость картинки получаются таким образом лучшие портреты также обращу внимание что это не фокусировка ни в коем случае это именно tracking глаз это очень сложный алгоритм теперь про видео когда я говорил про экран про профессиональный софт это и как бы не закончилось экраном также разработчики которые отвечают за профессиональную видеосъемку сделали отдельное приложение для записи видео в рав формате это приложение которое на лету умеет настраивать iso применять различные алгоритмы цветокоррекции и в дальнейшем вы сможете это видео экспортировать уже и поделиться с кем-то другим то есть это видео для для профессиональной съемки грубо говоря видеоредактор для профессиональной съемки вы можете все редактировать на лету люди которые занимаются съемкой видео возможно заинтересуется этим дальше странная особенность у флагманского смартфона компании sony не будет поддержки беспроводной зарядки и это действительно очень странно это вопрос почему так компания сказала что отказалась от этой функции из-за уменьшения толщины смартфона и при этом почему они приняли такое смелое решение якобы компания sony всегда когда выдает смартфоны пользователям на когда продает там есть специальный пункт конфиденциальности то есть там говорится что пользователь разрешает компании sony собирать о себе информацию якобы эта информация показала sony что беспроводной зарядкой именно на их смартфонах практически не пользуется и они от нее отказались xperia 1 будет поставляться только в одной модификации 6 гигабайт оперативной памяти 128 гигабайт постоянной памяти это естественно snapdragon 855 цена мне не удалось выводить конкретную цену я задал вопрос наверно на уровне там тысячи долларов мне сказали да где-то так звук смартфоне стерео dolby atmos играет очень хорошо но в чем суть это флагманское устройство но альтернативы этому флагманскому устройству на рынке сейчас очень очень много и скорее всего люди будут планироваться к более доступным смартфоном и такие доступны к в кавычках доступные смартфоны компания sony тоже показала это конечно же я говорю сейчас про xperia 10 и 10 плюс по сути это та же концепция как у xperia 1 это 21 на 9 только чуть больше верхняя рамка и это более скромные технические характеристики если мы говорим про плюс версию то это смартфон работающий на snapdragon 636 обычная версия будет на 630 snapdragon тоже оперативка варьируется 34 гигабайта оперативки в зависимости от конфигурации которую вы себе приобретете и по цене вот здесь не удалось спросить как шум будет стоить да вот десяточка около 11000 гривен и sony называет это средним ценовым сегментом хотя многие за согласятся что уже в наших реалиях это тяжело называть средним ценовым сегментом ну и конечно же экрану этих устройств будет не а лета более другая технология более доступная это lcd дисплей full hd разрешения но в руках эти смартфон ощущается очень необычно вот это продолговатый смартфон и действительно понимаю что диагональ растет а смартфон становится компактнее то есть тем спокойно можно пользоваться одной рукой также были показаны еще и l3 это бюджетная модель смартфона кстати забыл сказать что у модели xperia 10 10 плюс корпус сделан из пластика сверху нанесено металлизированное покрытие какая-то краска металлизированная она вроде бы и жесткая и не жесткая по ощущениям очень такой необычное ощущение и у всех смартфонов которые назвал сканер отпечатка вынесен на правую грань смартфона он не совмещен с кнопкой как это было раньше у sony то есть sony и под экрана сканер не добавляют и разблокировку по лицу не добавляют но при этом отдельно сканер выносит на боковую панель гараж так типа практичный если там экран забьется то сканер экрана не будет работать сканер лица типа до сих пор не идеально работает и японцы отказываются такое в принципе внедрять l3 это самая бюджетная версия смартфона он будет работать на процессоре helio p20 к процессорам helio p20 у нас есть некоторые вопросы смартфоны которые выходили под вот этими чипами не очень-то зашли на рынке потому что мы все с вами любим snapdragon цена у этого устройства будет от 6 до 7000 гривен sony всегда был скажем так дорогим брендом поэтому в принципе здесь нет ничего удивительного давайте уже дождемся наверно когда он появится у нас в студии сейчас и не могу делать каких-то поспешных выводов об этом смартфоне больше всего меня интересует работа камеры остальное так все понятно там чистый android девятого поколения если говорить про xperia 1 и про xperia 10 и 10 плюс у l3 8 android но обновиться до 9 камеру протестируем я верю в то что камера будет хорошо работать потому что я в этом убедился еще на примере sony xperia xz премиум x2 премиум они действительно круто снимали я думаю что такая же тенденция будет и и дальше ребят надеюсь ничего не забыл потому что получилось так что за короткий промежуток времени огромное количество информации в голову залетает в любом случае про смартфон и sony мы будем говорить в отдельных обзорах потому что как показывает практика их оказывается очень неплохо в украине покупают поэтому остаемся на связи я побежал дальше снимать репортажи с выставки вам всего хорошего пожелайте нам тоже хорошие выставки хороших репортажей подписывайтесь на канал заходите в телеграм-канал за новостями там был тоже своевременно появятся новости с вами был иван лучков канал алло всем пока